КОНЕЦ Вот-вот мы должны до него добраться Сейчас, в принципе, уже настало время встречи назначенное Поэтому Сыны Цитория, возможно, нас могут уже там ожидать Так, это что там за объект какой-то рядом с местом? Видимо, какой-то астероид небольшой Но кораблей Сыновцы Тория я не наблюдаю Так что, видимо, они еще не добрались до точки Поэтому, думаю, пока что можно постепенно снижать скорость И уже где-нибудь занимать позиции возле этого астероида Его я использую как, собственно, плацдарм для нашей встречи Сейчас только наших капитанов предупрежу об остановке Джим, Элизабет, останавливайтесь где-нибудь недалеко от того астероида И встречаемся уже на нем Будет сделано Теперь давайте сами где-нибудь остановимся поближе к этому булыжнику Да, астероид на самом деле малюсенький Но я думаю, площади нам будет достаточно Для того, чтобы создать некую нейтральную зону для наших переговоров Так, ну, наверное, где-нибудь вот здесь я уже кораблик оставлю Так, Кэмпервиль снижается, я смотрю Байкатар тоже уже практически на месте Да, правильно, ребятки, корабли поставили На случай, если вдруг последует какая-то агрессия со стороны сыновцы Тория Мы будем готовы дать отпор Так, ну, в принципе, можно уже выходить с корабля Так, шлем надеться в порядке Ну, давайте Сейчас проследуем на астероид И там уже дождемся наших капитанов Так-с Вот я и примагнитился к поверхности этого камня Так, где наши ребятки? Пока я никого не вижу Сейчас вот-вот они уже должны подлететь на наш астероид Так, это, видимо, Джим, я так понимаю Так, а где Элизабет? Так, а вот и наша Элизабет Ну, все, вроде как все в сборе Давайте сейчас пройдем чуть дальше по астероиду Так, вы, в принципе, можете уже тоже примагничиваться Ой, что это за звук такой странный? Так, ну, в принципе, не важно Давайте посмотрим вообще, как далеко место встречи находится от этого места Ну, совсем рядом тут Так что я более чем уверен, что они нас без проблем увидят Ну, а теперь, пожалуй, подождем немножечко Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день Здравствуй, заблудшее дитя Какие силы побудили тебя явиться навстречу с нами? Я так понимаю, вы представители организации Сины Цитория, верно? Если же для твоего разума такое определение более доступно, то так оно и есть Все мы, они и ты Часть единого и праведного замысла нашего всевеликого господина Примкнув к нам, ты станешь одним из вязчих детей его И тогда сможешь мнить в спасение во время вселенского апокалипсиса Ооо, не, меня это не интересует Я к вам с другим делом Ну, значит на то воля твоя Выкладывай тогда замысел свой Как мне с недавнего времени стало известно Против вашего господина готовится измена И со мной сейчас имеются файлы, подтверждающие это И я бы хотел попросить вас доставить эти документы самому Цитория Что? Какой же гнилой аспид посмел перечить воли хозяина? Нет нужды в этих развозах Укажи нам на него И мы самолично свершим правосудие во славу всевеликого господина Мне, конечно, неизвестна боевая мощь вашей организации Но я очень сильно сомневаюсь, что такой противник окажется вам по зубам Я сейчас имею ввиду Роумана Шерригана Это невообразимо Постой Вот мерзавец Никогда у нас не бывала вера ему Истинные слова твои В данном случае мы бессильны Потенциал Эншпиля невообразим И достался он неверному Значит такова судьба его Пасть лично от рук хозяина Ну, я так понимаю, на этом и сошлись Вот вам эти документы, собственно Надеюсь, вы сможете доставить их Циторию в кратчайшие сроки И после того, как он вынесет свой вердикт Я жду вас на своей базе Точку нашего местонахождения я вам отправлю Благодарим тебя за вклад в нашу прагму И очищение от неверных мира сего Как изволишь представить себя нашему всевеликому господину Юджин Юджин Мапперион Славно До встречи, Юджин Ну вот и замечательно Вроде как сыны Цитория оказались Довольно-таки дружелюбными И в принципе мы можем Возвращаться на место базирования Нашего оставшегося флота Сейчас бы я хотел заняться Строительством некого аванпоста Так как дома у нас сейчас нет Получается И сейчас нам остается только ждать Весточки от сынов Цитория Буду надеяться, что он сможет Положить конец Роуману И все наши эти скитания завершатся Сейчас нужно какой-то временный аванпост создать А потом уже сканировать систему В поисках каких-то планет Может быть другую систему поищем Потому что не вижу я смысла В любом случае возвращаться на базу Фарвинт Так, смотрю наши корабли уже готовы к возвращению Но в принципе время терять не будем Сейчас вернемся И сразу же приступим к строительству аванпоста Так, как-то они опасно маневры совершают Так, ребятки, надеюсь вы не столкнетесь там Как-то Кэмпро или вообще смотрите Близко к Байкатару пролетает Да нет, вроде как разминулись Слава богу Ну ладно Пока что держу курс на нашу точку Все-таки 100 километров Предстоит преодолеть Вот мы собственно уже и прибыли На точку спасения Байкатар вот подлетает Кэмпервиль же в свою очередь Уже занял элитное место Возле астероида Сейчас Элизабет Закончит процедуру Остановки Байкатара И мы тогда уже приступим И все подтянувшись Единственное кто останется следить за охраной окрестностей Это Джим Сейчас он на Кэмпервилле остался Так, Билли уже прибыл Сэм И сейчас Элизабет тоже дождемся И наверное уже приступим к строительству Так вон она уже летит У нас все ресурсы в Кэмпервилле находятся Так что давайте сейчас незамедлительно Отправимся к коннекторам И наберем немножечко ресурсов Так, значит что у меня здесь есть Блоки, цвет Все, я уже настроил И я думаю Самое время приступать к строительству Так, кто-то уже ринулся Кто это у нас? Элизабет, молодец Так, я пожалуй наберу Немножечко стальных пластин для разметки Вот у нас куча ресурсов имеется в Кэмпервилле Так, стальные пластины мне понадобятся Так, вот Столько я возьму Еще наверное какие-нибудь разметочные материалы Внутренние пластины Строительные компоненты могут пригодиться Так, остальные же ресурсы уже Ребятки будут разбирать и запаивать за мной Я же в свою очередь буду просто размечать постройку Нужно нам обязательно на аванпосту установить Пару переработчиков Несколько сборщиков Генераторы щита для защиты всей этой конструкции И обязательно установить пару наниток Потому что сейчас получается в распоряжении нашего флота Не имеется ни одной нанитной установки Поэтому нужно обзавестись будет парочкой Блин, какие-то звуки страшные доносятся Ну начнем с того, что буду размечать каркас Вот ребятки уже запаивают Так, Билли работает вовсю Элизабет, я тоже смотрю, там помогает Так, сейчас я Размечу внешний каркас Вы тогда можете уже внутреннюю часть Закладывать блоками Так, вот тут колонны не хватает Так, вроде остальные колонны я все Установил Так, теперь вот такой вот Бортик небольшой Из наклонных блоков Накидаем Да, быстро сейчас работа идет Все-таки много ребяток Задействовано А, вот, все-таки одну колонну я Забыл установить Сейчас этот Косяк я исправлю Только бортик до конца доведу Так, слышу я уже Середину у нас Билли закладывает Так, вот эту часть мы Достроим Теперь можно Переходить на уголки Так Эту сторону Теперь Вот это место Давайте заложим Блин, пока не забыл Надо все-таки колонну Довести до конца Соединить со стероидом Конструкцию Блин, все-таки какие-то странные звуки Доносятся иногда Не понимаю, что это происходит Видимо, баги инженерские Так, вот эту сторону тоже Закроем треугольничком Вроде основание Завершено Но это такой пока черновой вариант Еще Это ванпост будет Много раз дорабатываться Так, теперь, наверное Думаю, можно уже Переходить К стенам Так-с Вот Пожалуй, дверь Сейчас Разместим входную Отлично И теперь можно Оградить Всю постройку Бортиком Из блоков легкой брони Только вот такие вот Наклонные блоки Мы используем Конечно, можно будет Немножко потом Подрифтовать Некоторые Моментики Дабы Все это более-менее Симпатично смотрелось Сейчас пока набросок Построим Все-таки У нас здесь Много Работников Так что Я думаю, мы быстро Сможем Если что Исправить Эту конструкцию Ресурсами Мы также Не обделены Как вы видели В Кэмп Провели их Практически Несметное количество То есть Без проблем Мы можем Своять Любых масштабов И ванпост Как я говорил Главное уже Будет разместить Там парочку Очтительных заводов И Несколько сборчиков Запитаю Наверное Все это дело Арк-реактором Думаю Х5 Или Х10 Арк-реактора Будет более чем Достаточно Для работы Пары на ниток Для обслуживания Кораблей И Переработки Ресурсов Нам Нужен такой Ванпост Еще какую-нибудь Маленькую площадочку Может быть Свояем Или Какой-нибудь вообще Буровой корабль Небольшой создать Чтобы если что За ресурсами Можно было сюда слетать Просто поставим его Если что В ангар Какого-нибудь Из наших Кораблей А площадку так Для временного Так скажем Базирования Так Тем временем Я уже практически Завершил Второй ряд Блоков Нашей Окружной Стены Сейчас подумаю Что еще Можно добавить Как мне кажется Самое время Разместить Парочку Больших Генераторов Щита Модуль довольно Объемный Поэтому Как-нибудь Сейчас их Прилеплю В нижней части Хотел Хотел Изначально Запихнуть Вообще Под Наш Аванпост Наверное Вот здесь Их просто С краю Пока Прилеплю А потом Как-нибудь Переход Более Плавно Мы Обыграем Так Надо как-то Повернуть его Для меня Очень симметрично Получается Ну ладно Давайте сюда Его Установлю В принципе Думаю Неплохо Будет Смотреться И Сразу Наверное Налепим Немножечко Усилителей Или же Потом Их налепить Это в принципе Не важно Главное Основное Местоположение Я разметил Ну блин Мне очень Не нравится Как это Конечно Выглядит Но Что уж Поделать Так Смотрю Там Уже Ребята Даже имеют Какие-то Базовые Ресурсы Для запайки Пускай Занимаются Этим А сейчас Я думаю Самое время Установить Источник Питания Нашей Станции Вот Такой Арк Реактор Я размещу Пока Вот в этой части Я его установлю Потом Как-нибудь Обыграем Окружим Его Какими-нибудь Другими Модулями И я думаю Будет выглядеть Довольно-таки Симпатично Все это дело Всевеликий Господин Приносим Свои Глупочайшие Извинения Но извольте Нам свое Слово Молвить Не тяни Рассказывай Зачем Пришли Роман Не в огне Будет сказано Но он Замышляет Измену На каком Основании Вы Ничтожество Смеете Обвинять Его В измене Он Достал Для меня Квартонский Дазарий Чего Вы Глупцы Не смогли Добиться На протяжении Десятков лет Ну Хозяин Мы привезли вам документы В которых подтверждается этот факт Дайте их мне Роман Мне казалось Что в тебе Есть потенциал Но ты Приступил Черту Ладно Я бы мог Сделать Это Сам Но Похоже В этой Партии Появился Новый Игрок Посмотрим На что Ты Способен Юджин Моперион Эту часть Мы Завершили По моему Теперь Нужно Найти место Для Читительных Заводов Так Ну В принципе Здесь три блока От стенки У нас имеется Запасом Давайте Один сюда Влепим Второй По соседству И сразу же Установим Несколько Модулей Продуктивности Дабы Ускорить Переработку Ресурсов Потом конечно же Все это дело Соединим Конвейерной сетью Какой нибудь Коннектор Наружу Поведем В принципе У меня уже имеется Стаж Строительства Аванпостов Не впервой Как говорится Так что думаю Получится у нас Он весьма Функциональным Этот Аванпост Так Ребятки уже запаивают Очтительные заводы Так Вот этот Уголочек Давайте сразу Закроем Наклонным блоком И думаю Уже можно Переходить К созданию Потолка Ну по крайней мере Переход в потолок Так может быть так Закрыть сбоку Постительные заводы Нет Все таки Этим чуть позже Займусь Сейчас Вот такой вот Небольшой карниз Установлю Из уголков Так тут Нужно Инер Влепить Под низ Такой же Уголок Поставим А вот сюда Уже Встроим Инер Чуть выше Так Уголки Давайте сразу Все разметим Так Что-то не хватает Здесь Как мне кажется О кстати Смотрю Ребятки уже Запаяли Один генератор Щита Правда Сейчас все это Беспитание Остается Так Вот сюда Как раз Инер Ставим А теперь Что у нас Опять Уголочки Сейчас прям По периметру Нашего здания Все это дело Обыграем Так Здесь еще Наклонные блоки И В уголочек Точно такую же Небольшую колонну Мы Разместим Потом как-нибудь Оформлю переход В верхние Этажи Может быть Действительно Потом Какой-нибудь Второй этаж Оформим Да что это все За звуки Такие стрёмные Доносятся Как будто Кэмпер Либо что-то бьется Или внутри него Что-то рвется Наружу Непонятно Так Сейчас я пока Примеряю место Для установки сборщика Отсюда надо Вводить вообще Конвейерную сеть Хотя тут Реактор рядом Так что не будет Здесь места Для установки Сборщика С модулями Продуктивности Может так Куда-нибудь Наверх вывести Ну ладно Будем разбираться А тем временем Отжимом Но и был получен Сигнал о том Что сыны Цитория Приближаются К базированию Нашего флота Да Вон вижу Корабли летят Какие-то И что-то Они Везут с собой Похоже Блин Надеюсь Это не оружие Какое-то Ну Если что Мы в боевой Готовности И снова Здравствуйте Приветствуем тебя Вновь Юджин У нас Благие вести Для тебя Да ладно Неужели Цитория Уже покончил С Роуманом Ничего себе Как быстро Нет Наш Всевеликий Господин Удостоил тебя Чести Самому Положить Конец Предателю Чести Вы что Издеваетесь Надо мной Каким образом Я это сделаю Хозяин Передал тебе Это Объединив Энергию Этих модуль И направив Выходящий луч На Эншпиль Ты сможешь Вызвать Перегрузку Его систем Тем самым Вывести из строя Подробную схему Работы Сего механизма Мы сейчас Вручим тебе Так вот Как оно Все получается Ну ладно Я думаю Смогу Разобраться С этим И помни Мы всегда Будем наблюдать За тобой По завершению Действия Нашим долгом Будет доставить Роумана И Эншпиль Всевеликому Господину Я вас понял Да Ну и Ноша На нас Конечно Свалилась Прилетели С иницитория И оставили Нам эти Два Непонятных Модуля Да Они явно Очень технологичны Блин Нужно будет Разбираться Со схемой Их работы Капец Что же делать Теперь Придется Видимо Самому Как то Отлавливать Роумана Капец Ну и Вундервафли Конечно Что же Они делают Интересно Направить Луч На Эншпиль Я так понимаю В ближайшем Будущем Нам предстоит Великая Битва А с вами Был Мэпер Подписывайтесь На мой канал Ставьте лайки Вступайте В группу Канала Вконтакте Ссылка Будет В описании Под видео Всем удачи И всем пока Субтитры Субтитры Субтитры